приветики всем сейчас я нахожусь на своей кухне готовлю обед вот буду делать бельши но сегодня не буду показывать это видео если кому-то интересно и в следующий раз сниму видео про бельши сегодня хотела бы я поговорить на такую тему как ответы на вопросы вопросов достаточно накопилось хочу на них по отвечать так ну буду готовить и отвечать ольга ломов задала такой вопрос а зачем вы нанимали адвоката чтобы ускорить дело был ли суд адвокат русский или немецкий вам сказали нанимать адвоката так мы начнем самого простого был ли у нас суда у нас не было зачем вы нанимали адвоката адвоката мы наняли только после того когда мы отправили все наши документы потом мы сделали запрос в германию во фридланд узнать как продвигается наше тело нам сказали что нашего дела нет либо не дошло либо оно затерялось но нашему делу еще не присвоили номер вот после этого мы сашей посоветовались и решили нанять адвоката чтобы адвокат разобрался мы позвонили адвокату адвокат этот был германии он русскоязычный у меня есть такое видео про адвоката где и как найти его вот он нам сказал что бывает такое что письма теряются что и ваше письмо может быть где-нибудь за батарея за завалиться и долго его могут не откапывать так как у нас время шло я была беременна уже сроки поджимали но и ребенок у нас ходил клемушка в нулевой класс нам не хотелось чтобы наши дети там а то часть несколько лет казахстанской школе потом перешли сюда и ничего не понимали это конечно не очень так хотелось поэтому мы наняли адвоката нам никто не говорил мы сами я лазью по ютюбу постоянно что-то ищу что-то смотрю все мне про все интересно вот и я наткнулась на этого адвоката и вот мы решили его нанять конечно адвокат дорого мы отдали 1300 за все время он представлял наши интересы написала наверно всего два или три письма правил во фридланд но и все и с апреля месяца и в конце сентября мы получили наш вызов принципе время пролетело очень быстро вот надеюсь я ответила на ваш вопрос огромное хотела вам сказать спасибо вы мне под каждым видео говорите спасибо вам тоже огромное спасибо что меня смотрите что задаете вопросы постараюсь почаще отвечать на ваши вопросы вот дальше мария кремова задала такой вопрос вы переехали в германии по воссоединению семьи можете рассказать про это поподробнее у нее сложилась такая ситуация что в германии более 10 лет прожили бабушка с дедушкой но потом они умерли соболезную вот и остались там тетя и ее дети могла бы она с ними могли бы с ними воссоединиться да мы приехали по воссоединению семьи мы воссоединяемся с сашиным дедушкой у него 4 параграф плюс он репрессированный вот нас писали к нему вас нам обрешает саша у нас получил седьмой параграф я не пошла по восьмому параграфу ну конечно я не знаю как они это все проделают потому что по ходу дела мы только одни пошли по восьмому параграфу потому что многие люди с которыми я общаюсь которые приехали что у мужа что у детей седьмой параграф у жены только 8 у нас не знаю как так получилось но так получилось она нашу семью как говорится свет клином сошел что изобили скоро год у нас нету никаких документов на нее только документы следствия рождения но это обычная бумажка который ничего здесь принципе не значит выехать я с ней никуда не смогу вот мы собирали документы о том что как он дедушка давал свои там что четвертый параграф что он репрессированный книжку справку с места жительства все такие документы мы собирали свои документы все это отправлялась но так как у вас жили дедушка и бабушка и их не стало вы тети и ее детям не сможете воссоединиться потому что идет только прямая линия дедушка бабушка мать отец брат сестра вот такие вот но никак не тети не дяди если вы не к вы можете подать от себя так как вы если вы немка я тебя подать антракт на то что вы хотите сами приехать сюда поехать консулу издать либо получить гражданство тоже как-то это делается надо вам по узнавать насчет этого в интернете поискать многое как просто подать на гражданство то что ваши дедушка и бабушка жили там вот далее александр с задал такой вопрос оля вы сами тоже курите или только муж я понимаю что вы взрослые люди но если посмотреть со стороны финансов все в краю все вкратце там конечно было очень много я вам скажу так сама я не курю курит у меня муж курит как паровоз ой знаете мы очень 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 долго с ним спорим насчет этой темы чтобы он не курил чтобы поменьше уходило денег так как постоянно покупать табак изначально когда мы сюда приехали он табак не покупал покупал только сигареты это 5-6 евро в день выходит сами можете посчитать сколько это в месяц выходит большая сумма потом я его заставила перейти на табак он согласился перешел на табак но иногда когда у него заканчивается он опять начинает покупать эти пачки сигарет много раз он пытался бросить говорит все 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 брошу это началось у нас казахстана он там уже много бросал если я перееду я брошу если я сдам экзамен я брошу если я то то я брошу постоянно постоянно вот даже если там говорили себя сдам на права я тоже брошу но он не бросил и это конечно очень много уходит денег на этом не знаю если у вас есть какие-то эффективные способы как бросить курить и вы пожалуйста напишите я буду с ним об этом каждый день обговаривать буду стараться чтобы он бросил курить это не только из-за денег это из-за здоровья конечно мы знаем что он сигарет много болячек и все все тому подобное так что если у вас есть какие-то способы как бросить помимо таблеток потому что таблетки и таблетки и пластыри мы это все уже перепробовали ничего не помогает я не курю и вот ладно перейду к следующим вопросам так ангел лайв задал такой вопрос но начну я делать потому что скоро обед скоро саша с вермачком привет один садика другой с курса буду делать и с вами разговаривать так ангел лайв задал такой вопрос оля какая у вас профессия и у вашего мужа ну вообще у меня есть диплом юриста училась около шести лет диплом у меня здесь но как я понимаю это надо знать в совершенстве немецкий язык подтверждать его сдавать несколько экзаменов ну вот я не знаю этого я думаю пока не загадываю потому что учу немецкий потом я как-нибудь покажу как я учу какими способом тоже всякими разными вот так что диплом у меня юриста но там где я жила у меня было свое дело у меня было два отдела детской одежды как по нашему коммерс ну я не была коммерсанткой коммерсант из меня никакой надурить обдурить это только два счета вот ну да ладно далее я еще занималась наращиванием ногтей и наращиванием ресниц наращивание ногтей и ресниц это было очень продолжительное время занималась этим четыре года имела много людей но так получилось что решили переехать мы в германию переехали и живем здесь у моего саши была тоже своя фирма у них была фирма вдвоем с братом родным охранная фирма где они охраняли разные объекты саша был коммерческим директором его брат был помощником директора наняли они директора вот потом уже когда мы собрались сюда ехать саша отдал свою долю фирму брату своему потому что если ты не гражданин этой страны ты не имеешь права держать охранную фирму вот так что такие вот у нас были профессии здесь они конечно никому не нужны здесь своих таких полно но будем стараться учиться учить и на кого нибудь то вы учимся что делать далее вопрос от my life Оля вы не скучаете по Казахстану знаете отвечу я вам так на этот вопрос по Казахстану как по такому я не скучаю скучаю я по своим родным скучаю по тому как там все было но явных таких как переживаний нет а так конечно скучаю как как говорится где пуповина зарыта там и дом родной вот так как так блин там и родные и там для меня все здесь мы живем как бы ради детей но я не могу сказать что здесь плохо здесь мне нравится здесь хорошо здесь приветливые люди здесь ну много здесь плюсов ну так же как и минусов здесь тоже хватает не могу сказать что здесь все так гладко все так все так идеально нет конечно же нет сделаю я наверное ответы на вопросы две части на этом первая часть моих ответов закончена вопросов еще достаточно поэтому буду с вами я прощаться буду доделывать я свои пляшки так что всех целую всем пока 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 я пока